Бытовые предметы паровозных бригад, которые использовали в годы Великой Отечественной войны. Рулонный телеграфный аппарат с его помощью передавали сообщения между станциями. Жезловый аппарат системы трегера. Его применяли для предотвращения лобовых столкновений между поездами. Используют и сейчас на однопутной железной дороге. На выставке, которая работает на площади Куйбышева, представлены вещи и рабочий инструмент железнодорожников, которыми они пользовались в годы войны. Здесь есть и мини-копия вагона Хоппера для перевозки сыпучих грузов, а также форма дежурного по станции и проводников тех лет. Всего около 20 уникальных экспонатов из Самарского музея железной дороги. Куйбышевская железная дорога создавала для своих рабочих определенные бытовые предметы. Вот здесь, например, в паровозном и локомотивном ДПУ «Пьяность» были выпущены вот эти предметы. Это сундучок для машинистов, масленка. Ну и, конечно, необходимы были в дороге такой вот чайник, бытовые предметы, кружка и чашка, которые брали с собой. 14 тысяч сотрудников Куйбышевской железной дороги ушли на фронт добровольцами. 31 из них стали героями Советского Союза. Один полным кавалером Ордена Славы всех степеней. Специально для посетителей выставки подготовили стенд с фотографиями 12 героев Советского Союза. Также фильм о роли Куйбышевской железной дороги в годы Великой Отечественной войны. Дороги Побед. Роль Куйбышевской железной дороги, она здесь, конечно, неоценима. Потому что именно по железной дороге суда в Куйбышев были передислоцированы основные промышленные предприятия. И, соответственно, скорость доставки помогла быстрее развернуть промышленное производство на территории Самары, сделав ее, соответственно, запасной столицей. За годы войны железная дорога перечислила фонд обороны 141 миллион рублей. Сотрудники построили 10 бронепоездов, 10 санитарных поездов и обеспечивали перевозку военной силы, техники, нефтепродуктов для нужд фронта. Самарцы с интересом рассматривают экспонаты. Многие приходят на выставку всей семьей. Мне очень понравилась организация, так как сейчас, вот я пока не вижу, но много очень волонтеров, которые деткам объясняют, рассказывают, очень, ну, доступным языком понятливым. Вот, поэтому они уже вот не в первый раз сюда возвращаются. Можно потрогать, посмотреть. Тем более есть экспонаты, которые реально, то есть не имитацией бутафории, а именно вот, которые были задействованы в боевых действиях и так далее. Вот, поэтому я считаю, что отличная выставка, поэтому нам очень нравится. На выставке соблюдают все меры безопасности и требования Роспотребнадзора. В шатре на входе организовали строгий контроль термометрии, проверяют наличие масок и контролируют соблюдение социальной дистанции. Напомним, идея проведения в Самаре парада памяти принадлежит губернатору Дмитрию Азарову. Еще 10 лет назад, когда он занимал должность главы города, в Самаре прошел первый парад памяти. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки шествия не будет, но для горожан подготовили много других праздничных событий. Елена Малютина, Николай Сидоров. Продолжение следует... Продолжение следует...